Моя Вся наша жизнь вопросы и ответы Эксклюзивный Порше 54-го года выпуска сошел с трассы и врезался в отбойник, пытаясь избежать столкновения со встречной машиной Девушка за рулем осталась невредима, а вот пассажир получил серьезные травмы Уже в реанимации станет ясно, что этот молодой человек никто иной, как известный российский артист Актер, финалист Евровидения и победитель шоу «Лет и пламень» Алексей Воробьев Мало кто верил, что он вообще сможет вернуться к нормальной жизни, о сцене и речи не шло Певец потерял голос, половина его тела была парализована Но прошло два года и Алексей вернулся в музыку, в кино, в искусство И на собственной дороге жизни он не сбавил скорости, наоборот прибавил газу и летит вперед, сшибая любые препятствия Девиз фильма «Вставай и бейся», который он в августе представил в Алматы, пожалуй, полностью соответствует его личной жизненной позиции Итак, сегодня моя история, Алексей Воробьев Глядя со стороны на этого человека возникает ощущение, что у него действительно нет тормозов После многочасового перелета он практически не отдыхает и не позволяет себе расслабиться Остановится Алексей только на минутку, посмотреть на любимые горы, он очень любит прилетать в Казахстан А потом снова за работу, давать интервью, сниматься в забавных роликах И отстраивать звук Вечером его ждет встреча с нашим зрителем и такая волнительная премьера Алексей, здравствуйте! Прежде чем мы приступим к нашему разговору, позвольте сказать, что действительно в Казахстане вас очень любят Вас знают, за вами наблюдают, за вас болеют, как на Евровидении, так и на шоу «Лед и пламень» А вам что известно о нашей стране? Знаю практически все Ну, во-первых, я здесь уже бывал много раз И у меня здесь друзья У меня здесь фактически родственники Что здесь очень вкусно всегда И знаю, что меня здесь ждут Это самое важное для меня Потому что, когда ты куда-то едешь, я сюда еду не в гости каждый раз Я понимаю, что еду не в гости, а еду туда, где есть, ну, мои люди Эту самую линию ты должен защищать Это самое важное! Эту истину он освоил с детства Отец Алексея всю жизнь проработал начальником охраны на одном из тульских предприятий И детей своих, двух сыновей и дочь, с детства научил стоять за себя А для тебя лично, не в кино, а в жизни, вот это мужское противостояние, насколько знакомо? В семье нас воспитывал папа То есть у меня полная семья, слава богу, я благодарен родителям, что они вообще это сохранили Никогда не лезь в драку первой, но если понимаешь, что ее нельзя избежать, то начинай ее Если становится понятно, что напротив тебя стоят три человека и они тебя не пустят дальше, то ты должен ударить первым, иначе ты пропустишь первый удар, а это уже начинать как бы не с лучшей дистанции А я очень серьезно воспринимал все, что говорит папа Очень серьезно, на сто процентов, это вот истина в последней инстанции Если папа говорит, тебя обозвали на улице Это плохие ребята, их нужно наказывать Я сразу, то есть я слышал плохое слово, я без... Я прям, то есть все... А, ну, я прям сразу, то есть я... А что с детства еще для тебя было важным, кроме умения постоять за себя? Важно было что-то уметь Я редко делюсь этой историей, но я до сих пор не умею делить даже столбиком Я настолько хорошо играл на аккордеоне, вот, что как бы договор с родителями был очень прост Хорошо играешь, можешь плохо учиться Потому что тогда все будут понимать, что ты занимаешься делом Ты не просто так просиживаешь даже Потому что пока дети гуляли и играли в футбол на улице Я сидел и впахивал, играя на аккордеоне В школе же тоже учителя понимают Вот они видят, вот я прихожу А я ходил все время, почему-то мне очень нравилось ходить в костюмах Вот, и у меня был всего лишь один костюм, который я носил года два Мама мне потом расшивала брюки, чтобы они были длиннее У нас не было много денег, чтобы покупать мне костюмы Поэтому один как-то достался, и он со мной был долго Я ходил всегда в костюме, ни черта не знал Но ходил всегда в костюме, в галстуке приходил всегда причесанный И учителя очень умилялись, глядя на меня Что вот такой вот мальчишка, светлый, хороший Виртуозная игра на аккордеоне и вправду позволила Улыбчивому парню из Тулы попасть на большую сцену В каких только конкурсах он не участвовал, будучи студентом музыкального колледжа Как итог, победа и золотая медаль на дельфийских играх И участие в шоу – секрет успеха Затем был переезд в Москву Учеба в эстрадно-джазовом училище Прорыв в шоу-бизнесе «Слава признаний» Но это все потом А пока Леша Воробьев учится в школе Регулярно попадает в переделки и сводит с ума тульских девчонок А любвеобильность – это тоже со школы? Поскольку я был музыкантом, я играл на пианино и пел песни «Руки вверх» То есть вот я выходил в холл, в костюмчике, садился «Любишь ты, Алешку, больше, чем меня» Они потихоньку собирались, все вокруг, значит, у меня были девчонки Я все время пел песни «Руки вверх» И дальше можно было выбирать любую И тут он не лукавит Девушки действительно легко попадают во власть Лешиных чар О его многочисленных романах ходят легенды Достаточно загуглить его имя в интернете Как мгновенно всплывут фамилии его девушек Со многими из которых его связывали не только отношения, но и совместная работа Среди них и олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка К этой паре было приковано все внимание телезрителей и жюри Они не расставались ни на льду, ни за его пределами Однако оба уверяли, что между ними исключительно дружба На смену «Льду и пламени» пришел новый проект, фильм самоубийцы И новый роман с актрисой Оксаной Акиншиной Затем в жизни Алексея появилась певица Виктория Дайнека Роман с которой был долгим и весьма обсуждаемым Он не в силах устоять перед красотой Женщиной, пожалуй, главная страсть Алексея после кино, музыки и спортивных машин Об этом говорит давняя подруга звезды, актриса Сабина Ахмедова Партнерша по фильму «Вставай и бейся» Леша любит красивых женщин Это точно И он уважительно к нему очень относится Включает удовольствие от общения Он любит новое все Любит свежее ощущение нового и свежего, неузнанного Я наслаждаюсь женской красотой по факту Мне просто, мне часто не нужно даже с женщиной разговаривать Мне просто хорошо с ней сидеть, смотреть на нее Видеть, как она поправляет волосы, как она улыбается Смотришь, это какой-то момент, который тебя начинает, ну, тебе дарить что-то Значительно больше, нежели чем физическая близость И обнимашки, конечно, обнимашки мне нравятся Уверенность в себе этого любителя обнимашек граничит с самоуверенностью Но при этом становится очевидно, что он боится утратить эту свою способность влюбляться на бегу Чтобы не до боли, не до крови, а слегка и опять же ради творчества Новые эмоции дарят вдохновение и кураж, так необходимый человеку искусства Окунаться же в отношения более глубокие, способные ранить и выбить из колеи Алексей не спешит Может от того, что пока не встретил ту, которую можно поставить выше музыкальной карьеры А может от того, что урок, который ему преподнесли однажды, он усвоил слишком хорошо Но об этом чуть позже, после рекламы Майя Бегбаева Алексей Воробьев На IDTV Это мой папа Он самый лучший Он заботится о том, чтобы у нас в доме было все самое лучшее Иногда папе неинтересно то, что смотрят остальные Но он всегда найдет выход Потому что у него есть телевидение на планшете И теперь он смотрит любимые передачи там, где захочет Наш папа лучший И приносит в дом все самое лучшее ID.Home. Все лучшее в дом Звезда тульского пряника, как называют Алексея многие коллеги и зрители, взошла с немыслимой скоростью Сегодня песни в его исполнении взрывают хип-парады Седьмая ночь без сна Четвертый день без слов Я улыбка больше, чем любовь 50 миллионов просмотров в интернете Он активно снимается в кино Не могли бы вы убрать свое оружие? Дело в том, что я сегодня уже брился И даже сам продюсирует группу Он равнодушен к дорогим автомобилям, брендовой одежде и аксессуарам Но работая по обе стороны океана всегда выглядит на все сто И поэтому очень сложно представить, что когда-то он жил в подвале при музыкальной студии Вот глядя на тебя со стороны, складывается ощущение, что эта твоя карьера в Москве складывалась очень быстро, стремительно и очень легко Хотя понятно, что для парня, приехавшего из провинции, без денег, без связей, ничего это легко априори быть не могло Был период, когда понимаешь, что ты пишешь музыку, ты что-то делаешь, не получается пробиться на радио Клип не берут И ты понимаешь, что зачем я этим вообще занимаюсь? Как бы смысл делать что-то, что никто не увидит и не услышит Тоже забавная история была, как я пришел сначала, я должен был жить, я поступил в Гнесинский эстрадный джазовый колледж на Ордынке И на эстрадный джазовый вокал, естественно И, короче, я пришел в... мне дали общежитие И я пришел с вещами общежития, и мне говорит, знаешь, комендантша Так, ну у тебя комната такая-такая, твои соседи приедут через три дня Я говорю, ну ключи дайте, у меня нет ключей, соседи приедут через три дня Я говорю, а мне что делать? Не знаю, говорит, пойди на вокзале где-нибудь, переночуй там Ну что, три дня, говорит, приходи через три дня И у меня такой немножко... У меня было только вот ощущение того, что вот завтра я стану, значит, звездой Вот сейчас все двери открыты мне Да, и вот дверь в общежитие не открылась К сожалению, единственная, которая не смогла, была дверь в общежитие К счастью, Алексею было, кому позвонить в Москве После секрета успеха он подписал контракт с продюсером Екатериной Гечмин-Вальдек Той самой, что была в составе жюри этого проекта Она дала талантливому парню возможность учиться, развиваться и двигаться вперед Не прогибаясь под жесткие законы российского шоу-бизнеса Продюсер картины «Вставай и бейся» Надежда Горшкова многим хорошо известна Это она сыграла главную роль в культовом фильме 80-х «В моей смерти прошу винить Клаву К» В прошлом кумир всех девчонок, она и сегодня вся в кино С Алексеем Воробьевым и его продюсером Екатериной сотрудничает и дружит уже много лет Он попал в правильные руки в 17 лет человека, который является его крестной матерью Екатериной Гечмин-Вальдек Которая помогала ему не свернуть с правильного пути Он, может быть, и не свернул бы Но если бы он даже захотел, то она непременно бы подсказала ему, в какую сторону нужно идти Поэтому я считаю, что это отношение, конечно, матери и ребенка Есть такая дурацкая поговорка, что терпение труд все перетрут И она чертовски верна, потому что, когда человек просто методично, спокойно или неспокойно Но идет к цели и бьет все время в одну и ту же точку, просто идя вперед Рано или поздно, ну, это все начинает происходить Слава, любовь зрителей, признание Он мечтал о них, и они пришли в его жизнь Хит за хитом Проект за проектом Роль за ролью Всем стало понятно, что Алексей – артист универсальный И его талант, как драгоценный камень, переливается самыми разными гранями Не лезь в мои дела, понял? Не советую Хотя случались на звездном пути Алексея и громкие скандалы Например, конкурс Евровидения в 2011 году Выступление Алексея, вернее, его поведение за сценой стало поводом для обсуждений Вот сейчас передо мной сидит абсолютно интеллигентный, воспитанный молодой человек Тогда на Евровидении Это нецензурная брань в камеру Что на тебе нашло? Вот такой вот человек правдивый Мы же принимаем всех со своими минусами и плюсами, правильно? Как помните, в джазе только девушки Ну, я мужчина, у всех свои минусы Но я матерюсь, у всех свои минусы, ничего не поделаешь Этот минус и то, что Алексей 10 мая в день полуфинала со сцены в Дюссельдорфе Позволил себе поздравить всех с Днем Победы Вызвало возмущение еврожюри И несмотря на результаты зрительского голосования, по которому Алексей был на седьмом месте Жюри отправило Россию на шестнадцатую строчку Многие тогда осудили Воробьева за несдержанность Но он в свойственной ему манере Лишь посмеялся в ответ и продолжил свое восхождение К Звездному Олимпу, теперь уже в Голливуде Я сюда не за сокровищами пришел, а за тобой Я все сделаю сама Золотые слова К своим 27 годам он снялся более чем в 30 картинах Записал более 30 синглов Сегодня по большей части он живет и работает в Америке А еще он заключил контракт с американским продюсером Red One Известным по работе с Леди Гага, Энрике Эглесиасом и другими звездами В 2013 он был приглашен в Лос-Анджелес на одну из главных ролей в фильме «Город грехов» Но этому проекту не суждено было осуществиться из-за аварии, в которую попал Воробьев Не так давно в твоей жизни был сложный период Ты попал в аварию в Лос-Анджелесе Все за тебя переживали Это было достаточно, мне кажется, большое испытание и потрясение для тебя Как ты себя сейчас чувствуешь? Не могу не спросить о здоровье Все прекрасно, я восстановился полностью Но после... Насколько возможно было полностью восстановиться Потому что, учитывая то, что пол тела у меня было парализовано и лицо было обвисшее Я не мог даже таблетки съесть, потому что они вываливались изо рта Носок на свою ногу не мог одеть Я сегодня, кстати, вспомнил об этом моменте, потому что ботинки жесткие вот эти Мне было тяжело влезть И я, поспав пару-тройку часов, я еле, значит, влезая в эти ботинки Я просто вспоминал момент, как я так же, как в ботинок Я не мог надеть носок на себя, потому что рука только начала двигаться И я пытался носок растянуть, чтобы влезть в него ногой В общем, были такие моменты, которые очень сильно меняют твое восприятие Эта авария круто изменила как жизнь Алексея, так и его самого Он вдруг понял, что мчит слишком быстро И раньше очень торопился жить А сейчас я начал жить в таком темпе, что я решил, что нужно успеть все и как можно быстрее Потому что ты не знаешь, как долго вообще может продлиться Она очень неожиданная, как выяснилось Она не такая, как я себе представлял, когда там висел с одной веревкой на 17 этаже И выполнял трюки в кино и смеялся еще в этот момент, потому что мне было весело И мне казалось, что это все одна большая здоровская игра, вся эта жизнь И тут я понял, что это не очень иногда веселая игра Ты говоришь, что торопишься жить, но при этом семьей обзавестись не спешишь Почему? Потому что нельзя просто взять и решить Это же вот собакой можно обзавестись Вот у меня есть ялгость Им можно обзавестись, потому что ты не сможешь его не любить априори Это становится твое, это животные, они такие Чем ты больше их любишь, тем больше они тебе отдают С людьми ведь все не так Человека, зачастую чем больше ты любишь, тем больше шансов, что ты его потеряешь Вот, и мой жизненный опыт, он мне показал это единожды всего лишь, правда, на самом деле Один раз такое в моей жизни произошло Но этого хватило, чтобы понять, в принципе, всю систему отношений мужчины и женщины И после этого я много раз проверял свою теорию Чем больше она знает, тем больше ей кажется, что ты весь ее Тем твоя жизнь становится неуправляемой Он так и не сказал, кто нанес ему такую глубокую душевную рану Хотя, если сопоставить даты и факты, получается, что это была актриса Анна Чаповская Известная по главной роли в сериале «Отепель» Ее внимание Алексей добивался больше года Затем завязался бурный роман, но, видимо, не судьба Однако, как это ни странно, разочарование любовное пошло на пользу карьере Он с головой ушел в работу, доказав все, что в нем сокрыто гораздо больше, чем можно предположить Одиночество помогло раскрыть его потенциал максимально Но при этом, я уверена, еще не до конца Мы были одногодки, и ей было 21, и мне 21 Но ощущение того, насколько может быть больно Когда ты обнажен фактически Когда тебе нечем прикрыться Когда у тебя не остается ничего Чтобы быть сильнее Вот, это меня как-то, видимо, подкосило по жизни Что я после этого очень-очень-очень аккуратен При том, что самое удивительное, что чем меньше ты рассказываешь людям Чем меньше они о тебе знают Тем больше они хотят открываться тебе Потому что мы все ищем слушателей Нам в жизни нужен человек, который нас выслушает, поймет Я очень легко нахожу общий язык с людьми Потому что я всегда могу выслушать, понять При том, что они очень мало обо мне в этот момент знают Но мне кажется, что вот он, тот самый человек Очевидно одно Отныне душа и сердце Алексея открыты ровно настолько, чтобы быть в безопасности Он больше не подпускает к себе слишком близко Он довольно скрытен Более того, одиночество доставляет ему удовольствие А еще он резко повзрослел На глазах миллионов превратился Из бесшабашного юнца Лавеласа в мужчину Глубокого, тонко чувствующего даже то, чего сам пока не испытывал Свидетельством тому фильм «Папа», который Алексей снял сам, как режиссер и сценарист Эта работа была удостоена множества наград В том числе «Золотого феникса» за лучший дебют А также признана лучшим иностранным фильмом на американском кинофестивале Ни одну награду получил он и за свою симфоническую музыку к фильмам Кино, музыка, режиссура Он стремится успеть везде и всюду Потому что понял, как скоротечна и непредсказуема жизнь Как первый снег меняет дождь Придет все то, чего ты ждешь Закрой глаза, начнем все вновь Я чувствую твою любовь Я чувствую твою любовь На сцене, когда ты выходишь петь, нет никакого зазора Это есть настоящая жизнь Я часто не пою вообще по полпесени иногда Работаю с бэндом У меня музыканты мои знают часто Сегодня я буду без них Но мои музыканты знают Что иногда я на полпесни ухожу в зал, танцую со зрителями И они играют проигрыши по четыре раза Потому что в этот момент я наслаждаюсь жизнью Мне в этот момент это не я вышел поработать Это я вышел наслаждаться И мне так получилось, что за это еще платят Ну вот, так вышло Но в том нет моей вины Просто так устроен этот мир Поэтому, да, это то, что связано с тем, чтобы быть на сцене Это просто удовольствие Он действительно умеет наслаждаться жизнью Пожалуй, это главное, чему меня научила встреча с этим человеком Порой мы живем так, как будто впереди у нас вечность И не умеем получать удовольствие от каждого дня, часа или минуты А он умеет И пока Алексей остается таким Перед ним будут открыты все дороги Вот такая история Моя, моя, моя история любви Моя, моя, моя история победы Что значит слово «я»? Когда есть слово «мы» Вся наша жизнь, вопросы и ответы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова